Молодой человек покупает букет алых роз. Вроде бы момент романтичный, да только с криминальным подтекстом. Вместо реальных денег гражданин расплачивается с продавцом фальшивой пятитысячной купюрой. Позже полицейский установит, что к сбыту подделок могут быть причастны трое ранее судимых жителей города Откарска. Молодые люди, старшему из которых 25 лет, а младшему 21 год, приобрели партию фальшивых пятитысячных купюр в сети интернет. И успели расплатиться ими не только в цветочном магазине, но и на елочном базаре. В Энгельсе в ходе спецоперации фигуранты были задержаны, когда пытались везти в Саратов очередную партию подделок. В машине, на которой передвигались подозреваемые, обнаружены изъяты семь пятитысячных купюр. Результаты проведенной исследования показали, что изъятые денежные билеты фальшивые. По выльным фактам возбуждено уголовное дело по статье изготовления, хранения и перевозки или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Задержанным может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Отличить фальшивки от реальных денег нетрудно, достаточно лишь терпения и немного времени. Мы видим с вами два купонных поля. На 97-м годе образца на узком цифровое обозначение номинала, на широком водяной знак в виде портрета Муравьева-Амурского и число 5000, выполненное филигранью. На банкноте, модифицированной 2010 года, водяной знак на узком купонном поле отсутствует. Взяв банкноту в руки и изменив угол зрения, мы с вами посмотрим на герб города Хабаровск. На образце 1997 года герб меняет свой цвет от малиного на золотисто-зеленый. На модифицированной банкноте 2010 года мы с вами видим герб города зеленого цвета. Блестящая полоса посередине, меняя угол наклона, перемещается сверху вниз по гербу города. На модифицированной банкноте 2010 также присутствует микроперфорация, которая, если вы потрогаете пальчиком в этом месте, не имеет шероховатости ни с лицевой стороны, ни с оборотной стороны. Также, посмотрев банкноту, мы увидим с вами защитную нить. Посмотрите, на образце 1997 года это узкая металлизированная полимерная лента. На просвет защитная нить выглядит темной полосой с ровными краями и повторяющимся светлым числом 5000. На банкноте же, модифицированной 2010 года, мы видим окно витражной формы, металлизированную нить с голографическим эффектом. Что это такое? При ближайшем рассмотрении, при наклоне, мы увидим, что циферки номиналом 5000 все подвижны. Они все передвигаются друг к другу. Это очень тяжело тоже подделать с фальшивым монетчиком. И обратите внимание, что защитную нить здесь видно на лицевой стороне. Подробную информацию о том, как отличить фальшивые купюры от настоящих, вы можете найти на официальном сайте Банка России. Обращаем ваше внимание, если вы обнаружили фальшивую купюру или просто закралось подозрение, что это подделка, ни в коем случае не пытайтесь избавиться от нее. Если вы попытаетесь расплатиться ей, то вы сознательно становитесь соучастником преступления. Помните, статья 186 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает и уравнивает ответственность как изготовителя, так и избытчиков фальшивых денег. Анатолий Чернов, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.